Два с половиной года назад в ДНР начались кровопролитные сражения. Дебальцево – один из самых пострадавших городов республики. После его освобождения от украинских военных, там реже слышны взрывы артиллерии. Но, несмотря на это, жители небольшого городка до сих пор вспоминают события, которые происходили на протяжении 2014-2015 годов. В условиях военной блокады приходилось жить не только взрослым дебальчанам, но и детям. Никто не мог подумать, что страшный сценарий Великой Отечественной войны коснется молодого поколения. Но это произошло, и детям Донбасса пришлось прочувствовать все тяжести военного времени. Книга памяти «Война глазами детей» – такое название носит социальный проект, в который уже вовлечена вся республика. Эта акция, стартовавшая в Есиноватой, в ноябре предусматривает сбор свидетельств учащимися школ о тех событиях, которые пережили жители республики в период военных действий. Книга памяти станет своего рода письмом в будущее, доказательством агрессии и преступлений со стороны властей Украины. В проекте приняли участие и дети многострадального города железнодорожников. В дебальцевской школе номер два функционирует музей, в котором ребята совместно с учителями и руководством учебного заведения собирают и хранят материалы о жизни и деятельности известных людей города. Героев Советского Союза, героев социалистического труда, поэта-земляка Владимира Сосюры, в честь которого музей был назван и в память о героях, положивших свою жизнь за родной Донбасс в наши годы. Со дня, когда война ворвалась в Дебальцево, в школу не раз летели мины и осколки от снарядов. По словам директора, большая часть материалов, к сожалению, была уничтожена в результате варварских действий украинских боевиков. Примечательно, что в период оккупации города солдатами ВСУ школа номер два была единственной, которая не вывешивала украинский флаг, а директива пригласить военных в ВСУ на зимние праздники была проигнорирована. Проект «Книга памяти» был создан по инициативе депутатов Донецкой Народной Республики. Поблагодарить ребят за проделанную работу в сохранении исторической памяти о войне в Донбассе и вручить благодарственное письмо парламента ДНР приехал депутат Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс», председатель комитета по образованию, науке и культуре Мирослав Руденко. Выражаю вам благодарность за активное участие в республиканском проекте «Книга памяти. Война глазами детей», популяризацию историю родного края, сохранение памяти о гражданском и военном комплекте народа Донбасса, а также за патриотическое воспитание подрастающего поколения республики. Желаю профессиональных успехов, новых творческих достижений, мира и благополучия. Спасибо большое. Мы с Дмитрием написали свои знатики. Я влюблюсь, что вы приняете дальнейшее участие в акции «Книга памяти. Война глазами детей», готовите работы письменные, которые выкоричат память как тех бочар, кто защищал нашу землю, тех, кто погиб в этой борьбе и, скажем, тех, кто сейчас слушает и защищает, живем, устроят республику. Пройдя вот эти все испытания, тем не менее вырастите настоящими людьми с большой буквы. Более того, благодаря вот этим испытаниям, да, и будете понимать, где то, за что стоит бороться, а где обман. И что будете патриотами своего края, своего города, своего Донбасса и русского мира. И, конечно, сейчас ваша задача – это хорошо учиться, слушать преподавателей, родителей, помогать. Я уверен, что вы вырастите такими людьми, которые смогут правильно построить свою жизнь, пройдя через эти испытания, и, кроме того, построить общественную жизнь так, чтобы в будущем никому не пришлось снова переносить вот эти вещи. Школьники поделились с присутствующими своими воспоминаниями, рассказали о чувствах, которые испытывают, о любви к родному краю, о желании мира и счастья, о том, что пережили в период активных боевых действий. Была возможность выехать, но не выехали, потому что было два дома и хозяйство, много чего было. Ну, потом при войне уже начались, когда обстрелы, уже людям начали помогать. Кто чем мог, соседи все были. Спасибо большое, конечно, могу сказать только воинам ДНР, потому что, когда освободили город, они дали все, что у украинцев было в запасе, еду, а людям это очень было необходимо. Это, ну, в первую очередь, женщины, бабушки, все ходили, все брали, все спасибо говорили. Морги не работали, людей хоронили сначала в огородах, потом выкапывали после войны. Ну, много чего было. Вот из твоих воспоминаний, самый страшный день? Самый страшный день – это середина, наверное, уже обстрелов, потому что было много жертв, выходишь, все горит. Были и ближние бои, и артиллерия работала. Ну, очень страшно было, конечно. Ну, а что поделать? Ничего. Все привыкали, все друг другу помогали, никто этого не боялся. Книга памяти без прикрас отражает простые жизненные истины и демонстрирует несокрушимый патриотизм детей. В свои юные годы они познали многое. Артиллерийские обстрелы, страх, кровь, боль, смерть знакомых и близких. Из детской памяти нескоро будут стерты те ужасы, которые им пришлось прочувствовать, живя в подвалах и ночуя на улицах. Не отнимай, не солнце у детей, И жизнь земли по веки не влевется, Чтоб над землей звучало каждый день. Дарья Черничная, Евгений Полянский, Новороссия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова